Состоялось яркое и долгожданное событие, увенчавшее успешное окончание учебы в средней школе, вручение медалей за особые успехи в учении выпускникам 2024 года. На торжественную церемонию были приглашены отличники учебы и стубальники, их родители, представители школ и управления образования Славинского района. Подробности этого красивого и торжественного события в материале Андрея Вишневского. В банкетном зале Галархола в этот день царило особое приподнятое настроение. Девушки-выпускницы в нарядных платьях и молодые люди в строгих костюмах собрались на торжество, которое они заслужили по праву, своим трудом, жаждой знаний, целеустремленностью. Горит, сияй, и все, что есть внутри, отдавай. Горит, сияй. Здесь действительно собрались лучшие из лучших. 39 золотых и 24 серебряных медалиста, 7 стобальников. Именно для них в первую очередь этот праздник красивый и трогательный. Всех собравшихся сердечно приветствовал глава Славинского района Роман Синеговский. Он поблагодарил учителей и родителей, особое внимание обратив на выпускников. Инициативные, творческие личности, активные общественники, призеры и победители предметных олимпиад. Эти молодые люди, гордость своих школ, да и всего муниципалитета. Они много учились, старались, сдавали единый государственный экзамен. Теперь предстоит определиться с профессией. И я, конечно же, хочу, чтобы у вас получилось выбрать профессию, чтобы вы, как уже было сказано, дерзали, творили, определяли жизнь и не боялись. Сегодня нужно учиться и подучиваться каждый день. Каждый день вперед, вперед и вперед. Технологии меняются, подходы меняются, интернет и все остальное. Поэтому я вам желаю, чтобы вы нашли себя и подучивались, и переучивались. Спасибо нашим педагогам за то, что они в течение всей жизни были рядом с вами, учили, воспитывали, образовывали, делали все то, для того, чтобы вы состоялись в этой жизни. Затем началась церемония награждения. Героям праздника вручались золотые и серебряные медали, памятные подарки и благодарственные письма главы Славянского района Романа Синеговского и приветственные адреса депутата Государственной думы Ивана Демченко, памятные знаки для стобальников, 100 баллов на ЕГЭ. В числе награжденных Екатерина Лучинская, которая была удостоена золотой медали и получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Мне пришлось преодолеть много трудностей, подготовка к экзаменам, также учеба были в 11 классе непростыми. Я благодарна учителям, прежде всего учителю русского, который подготовил меня на 100 баллов. Также я благодарна родителям, которые поддерживали меня весь год. В будущем я планирую стать экологом. Я думаю, у меня получится достигнуть высоких результатов в этой сфере. Я считаю, что она перспективная. Мне удастся поступить в ВУЗ, который я хочу. Алена Колесник стала золотой медалисткой и обладательницей памятного знака 100 баллов на ЕГЭ. Сегодня очень волнительный день. Я получила золотую медаль. Я заработала 100 баллов благодаря знаниям, полученным в школе. Спасибо моему учителю Остапенко Наталье Петровне. Я благодарна всем, кто помогал мне на этом сложном пути. Родителям, учителям. Я мечтаю поступить в медицинский университет, стать врачом. За каждым достижением этих блестящих выпускников самоотверженный труд педагогов. После завершения церемонии награждения от имени педагогического сообщества выступила директор 4-го лицея Ирина Шутенко. В ответном слове выпускники 12-й школы поблагодарили учителей и пожелали героям торжества, упорства в достижении намеченного и удачи. Сегодняшний день стал самым торжественным и важным для собравшихся в этом зале выпускников. Успешное окончание школы и, как следствие, высокая награда – аттестация отличия. Медаль за особые успехи в учении – бесспорное свидетельство достижения высоких целей. Первую, столь значительную победу сегодня с нами по праву разделяют наши учителя и родители. Ведь именно они способствовали нашему интеллектуальному развитию, воспитывали людьми порядочные, честные, целеустремленные. На протяжении всего долгого школьного пути учащихся сопровождали их родители. Они оберегали от проблем и поддерживали в самых смелых начинаниях. Мы вместе с вами сегодня закончили школу, и вы ее закончили на отлично. И вы этим нас радуете. Радуете своими достижениями, своими успехами. И этим вы закладываете фундамент. Фундамент вашего будущего. Я хочу вам пожелать, чтобы вы не просто мечтали, а холили и лелеяли ваши мечты, и чтобы вы к ними трепетно относились, думали о них, выращивали как цветы. И тогда они исполнятся. И пусть они будут самыми необыкновенными и огромными. Ведь чем больше цель, тем труднее в нем промахнуться. Прозвучали слова напутствия и поздравления от имени мам, дорогим выпускникам. И смело идите, только вперед. Мы желаем вам терпения и мудрости, напора и энергии, таланта и выдержанности. Ведь школа подарила вам богатейшее знание, огромнейшую базу навыков и верных друзей. И вам нужно не просто сберечь и сохранить эти дары, но и приумножить их. Успехов вам, наши дорогие ребята! Завершилось праздничное мероприятие тем, что директора школ, почетные гости, выпускники дали при помощи колокольчиков последний звонок, который символизировал прощание со школьными годами. Для героев торжества, которые вполне заслуженно чествовались за успешную учебу и все свои достижения, этот праздник стал очень важным и значимым событием. И они поделились с нами своими мыслями и чувствами в этот день, когда они сделали шаг во взрослую жизнь. Сегодня замечательный день благодаря родителям, которые поддерживали нас, благодаря учителям, которые дали нас своим знаниям, приложили огромные усилия. Передо мной большая жизнь, впереди только победа. Я уверена, что моя школа, мои родители, мой район будут мной гордиться. Знания, которые я получила для ЕГЭ, безусловно, пригодятся мне в будущей жизни, потому что я поступаю на журналистику. Я считаю, что эти предметы вложили в меня главное, с чем я пойду уже дальше. И хочется очень сильно уже добиться своих целей. Сегодня для меня открывается дорога в большую жизнь. Я думаю, на этом пути мне помогут все, кто меня любят, родные, близкие. Также мне помогли мои преподаватели. Я думаю, что в будущем меня ждет именно то, что я запланировала. Я хочу сказать огромное спасибо своей школе, своему директору и своему учителю русского языка, Кузнецовой Наталье Анатольевне. Я считаю, что она, как никто, помогла мне добиться желаемого успеха на ЕГЭ. Сегодня мы делаем шаг в нашу взрослую жизнь. Впереди у меня большая дорога, годы учебы. Я хочу стать учителем и нести детям знания. Хочу, чтобы мной гордились мои родители, моя школа и мой город. Настоящий золотой запас лучших славянских выпускников, их отличные знания. Они попрощались с любимыми школами. Их ждет большая жизнь, в которой будет учеба в институтах, университетах и академиях. Они станут дипломированными специалистами в самых разнообразных областях. Они будут развивать российскую науку, двигать вперед экономику, учить детей и лечить пациентов. Но чего бы они не добились, куда бы ни забросила их судьба, во всех уголках нашей огромной страны они сберегут в сердце память о родной школе и учителях, которые дали им путевку в жизнь. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, Константин Монастыренко. Программа «События».